К нашему эфиру присоединяется доктор экономических наук, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, рад приветствовать. Здравствуйте. Игорь Владимирович, каково реальное влияние? Вот сейчас в нашем сюжете рассказывали о мигрантах в Российской Федерации. Из некоторых регионов их решили полностью депортировать, правильно сказать. Или, например, отправить в зону ведения боевых действий, там, где российские солдаты пытаются убивать мирных украинцев. Вот. Насколько это действительно отразилось на экономике и ситуации с товарами первой необходимости в России? По имеющейся у вас информации. А далее перейдем уже к тому, что обсудим непосредственно переход России на военные рельсы, экономику военного времени. Ну, экономика России, она имеет сейчас большую проблему как раз на рынке труда. И это становится сейчас такой, как бы сказать, ключевой точкой болезненной, да. Об этом сегодня даже Банк России говорит, что одна из таких критических сфер дефицита – это как раз рынок труда. Людей не хватает. В России и так и должно было быть не очень хорошо с рабочими руками. Даже без войны было бы не очень славно. Просто потому что, ну, как бы с демографией в России, как во многих странах, нехорошо. Но в России еще хуже, потому что довольно плохая медицина и не очень, соответственно, хорошо спасает людей, не очень хорошо влечит. Просто многое сбивается. Поэтому смертность высокая, рождаемость низкая, убыль большая, от 300 до 500 человек в год. Сокращается число трудоспособного населения. Это было бы даже без войны. Но вот война добавилась, плюс, значит, еще и миграция добавилась, да, потому что люди не хотят жить в стране, которая ведет такую войну. И в итоге возникает все более острый дефицит. Ну, насколько это серьезно для экономики, это зависит от того, какую отрасль вы рассматриваете. Скажем, если вы там берете машиностроение или там черную металлургию, то, может быть, это не очень значимо. Но если вы берете ритуал, то срочную торговлю, если вы берете строительство, значит, если вы берете дорожные работы, если вы берете городское коммунальное хозяйство, если вы берете там курьеров, то это все очень существенная доля рабочей силы, которая вполне нужна и важна для экономики России. Когда ее нету, то начинаются сбои. И то, что для россиян стало вроде как бы привычным, начинает не происходить. Вчера, получая письмо, мне же народ из России пишет все время, значит, пишет женщина из Мурмонска, говорит, какая-то невероятная история. Прихожу в пятерочку, значит, в крупнейшую сеть розничную, ничего нету. Но я решил, что я умею заказывать через интернет, заказал в интернете вроде. А мне отказали, сказали, нет, у нас курьеров доставить вам нет на дом. Так что ни заказ не принимаем. То есть вот эта ситуация как раз та самая сфера, где довольно много трудовых мигрантов, в сфере услуг довольно много мигрантов. То есть здесь будут большие сбои, большие проблемы. А как переход на экономику военного времени или перевод экономики России на военные рельсы реально влияет на ситуацию в карманах и холодильниках среднестатистического россиянина? Смотря какого россиянина, нельзя же говорить, он среднестатистический. Окей, объясните, пожалуйста, так, чтобы лучше понимать ситуацию. Как бы сейчас две категории людей. Те, которые от войны богатеют, и те, которые от войны беднеют. Вот это как бы надо понимать, что в России есть часть людей, которым от войны очень хорошо, которые радуются войне. Кто это? Кто эти люди? А это очень многие. Смотрите, это все, кто работает на военных заводах. Все, кто возглавляет компанию, осуществляющую поставки в армию. Все, кто так или иначе связан с выполнением военных работ, военных заказов. Опять же, недавно человек пишет, что у меня соседи, они оба врачи. Они так довольны войной, вы передать не могу. Потому что они оба приноровились ездить вахтовым методом работать в военных госпиталях около религии фронта. Стали зарабатывать очень много. В общем, сильно благосостояние выросло. Значит, эти врачи жутко довольны. Чем дольше будет идти война, тем они будут жить богаче. Поэтому в России появилась вот эта группа бенефицаров войны. Она немаленькая. Есть разные оценки. Но, в общем, где-то диапазон значения где-то от 15 до 30 миллионов человек. Это люди, которые действительно зажили лучше благодаря войне. Будут за войну голосовать всеми силами, выступать всеми глотками, которые у них есть. Поэтому понятно, что эти люди от войны выигрывают. Собственно, их рост доходов, он и выразился в общем росте доходов в целом по экономике России. Но большая часть России начинает терять. Потому что война разогнала инфляцию. Инфляция съедает заработки. Если ты не работаешь на военном заводе или не работаешь на военные нужды, то у тебя нет прибавки зарплаты. И ты начинаешь просто беднеть из-за войны, породившая инфляцию, которая съедает твои нерастущие доходы, превращая их в пустой порошок, в пустую пыль. Потому что ты ничего не можешь купить, цены растут, а зарплата не растет. Поэтому среднестатистического россияния нет. Здесь те, кто участвуют в войне, так или иначе, косвенно даже, они от войны выигрывают, они от войны богатеют. Большая часть беднеет. Кого больше? Конечно, тех, кто беднеет. Но их примерно 110-120 миллионов. Но вот они, конечно, от нее страдают. Ну вот это как бы некое размежевание российского общества. А чей голос громче звучит? Тех, кто богатеет или тех, кто беднеет? Ну, трудно сказать. Ни чей голос не звучит. Звучит голос государства. В России же другого голоса нет. Так что что вы спрашиваете? Никто не вступает, никто ничего не говорит. Но, конечно, люди, которые от войны богатеют, они ближе к телу государства. Они создают его подпор, они создают ему поддержку, они создают руководству страны, ощущение, что у них есть социальная поддержка в российском народе. За счет тех людей, которые богатеют на войне, может ли российское государство, ну или Кремль в целом, создавать вот эту вот картинку благосостояния, не знаю, достаточного дохода, цветущей российской экономики? Ну, они пытаются. Но, понимаете, всякая картинка, она когда создается, она, в общем, довольно быстро начинает трескаться, если она искусственная. А она трескаться начинает, потому что, ну, как вам сказать, ну, чудес же не произошло. Экономика России, значит, до начала войны довольно долго уже была, в общем, застой. Она росла, там, темпом полтора процента в год, и ничего другого не происходило. Вдруг эта экономика разогналась, все кричат, ну, у вас смотрите экономическое чудо. Какое чудо? Просто тратятся все деньги, которые раньше направились частично в резервы государства, они теперь тратятся на, значит, расходы на войну. Никаких резервов не накапливается. Не дай для России Бог, упадется на нефть, у нее никаких запасов. Она моментально окажется в голодном положении, потому что никаких запасов на случай сокращения поступления валюты и, соответственно, для покупки импорта, ничего у нее запасов теперь нет. Все тратится немедленно с колес на военные цели. Поэтому, конечно, Россия находится в таком тяжелом положении. Она, что называется, держится на вот этой ситуации военных расходов. Но военный расход нужно финансировать. Для того, чтобы финансировать, нужны деньги. А вот за деньгами становится все труднее и труднее. Поэтому возникает ситуация, когда вот снизу от формирования денег начинаются трещины. Кроме к этому добавляется трещина, связанная с тем, что экономика России, она опирается на очень старую, очень изношенную инфраструктуру. Эта инфраструктура начинает выходить из строя, растет число аварий. Когда я, значит, года полтора назад сказал, что Россия ждет волна техногенных аварий, народ очень веселился, всем казалось, что запас мощности, прочности, оставшийся от СССР, он бесконечный, безграничный, на всю жизнь, да, его хватит. Ну вот, смотрите, вот уже прошлой зимой пошли коммунальные аварии с замороженными домами. В этом году пошли, значит, наводнения, дамбы рушатся, электричество вылетает, уж нет никаких резервов мощностей в энергетике, ну и так далее. Значит, вопль идет из тех, кто занимает, из тех компаний, которые занимаются водоснабжением, потому что там тоже износ активов порядка 90%, ну и куда ни кинь, всюду беда. Ее надо бы и исправлять, нужно тратить деньги, а деньги идут на войну. Поэтому окапливается вот эта, ну как бы вам сказать, низовая разрушенность. И она превратится, в конце концов, в очень такое неприятное поведение населения, которым деваться некуда. Сзади замерзшие квартиры, плачущие ребенок. Да, при этом российские власти все еще пытаются удержать, насколько я понимаю, и вижу хорошую мину при плохой игре. Но все получается, все сложнее и сложнее это делать. Я попрошу вас, Игорь Владимирович, если позволите, перевести с кремлевско-пропагандистского на нормальный человеческий. Сейчас процитирую главу Центробанка Российской Федерации, Набиулину. Она, значит, заявила следующее. Темпы роста ВВП в первом-втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. Конец цитаты. Ну смотрите, если у вас цены растут быстрее, чем растет производство, то значит у вас в экономике дефицит товара. А дефицит товара именно потому, что экономика работает на пределе мощностей, новой мощности построить невозможно. Поэтому денег заканчивается через военные заказы все больше и больше. Деньги выходят на рынок, просят, ищут, желают купить товар. А товара больше нету, потому что деньги-то выпустить легко. Выпустил в обращении дополнительную массу денег. У тебя вроде как бы есть за счет чего профинансировать. На какое-то время это помогает. Но потом это превращается в инфляцию. Потому что гражданская экономика не растет. Растут только цены. И в итоге возникает ситуация, когда люди приходят с магазина, товаров нету. И дальше будет хуже. Еще и беда в том, что все было бы ничего, если бы параллельно в России, ну скажем там, рос импорт очень сильно. Ну как бы вот экономика внутренне перегрета, но ничего страшного. Мы под приросший доход населения завезли больше импортных товаров. И в общем, ну хорошо, там российских товаров меньше, импортных больше, все хорошо. Но и с импортными товарами плохо. Если взять официальную статистику Таможенного комитета России, то импорт в России падает. Причин довольно много. И одна из основных – это трудности с оплатой. Деньги уходят, но они приходят, товары, потому что деньги до конечного производителя даже в Китае не доходят. Даже китайские банки блокируют переводы российские. Поэтому получается, что ну как деньги государство вбрасывает в экономику, да? Пустые зачастую деньги, но вбрасывает. А экономика не может на эти деньги ответить приростом товаров. Вот это есть перегрев, который приводит к росту инфляции. А высокая инфляция, когда уж она разгулялась, то она экономику разрушает. Потому что когда в стране очень быстро растут цены, то заниматься хозяйственной деятельностью – дело довольно глупое. О, тут, кстати, есть проблема больших цифр. Это проблема восприятия даже больших цифр. Когда люди слышат о миллионах, десятках миллионов или миллиардах, отродясь таких сумм не видели, поэтому меня это мало касается. Но ведь большие цифры состоят из малых цифр. Ситуация непосредственно на местах, которая касается каждого человека. Скажите, пожалуйста, в перспективе, обозримой перспективе или в целом, в чем это может выразиться для среднестатистического россиянина? Мы уже говорили о том, есть те, кто богатеют. Их, наверное, в меньшей степени это коснется. Хотя, может быть, и их. Но есть огромное количество тех людей, которые беднеют. Смотрите, богатеющих тоже коснется. Потому что государство же в России уже не знает, откуда взять деньги. И провело налоговую реформу. Это значит, что те самые богатые богатеющие на войне, они теперь будут платить больше налоги. Соответственно, у них в будущем году будут введены прогрессивные системы налоговложения. А в 26-м году им надо будет доплачивать, значит, по прогрессивной шкале доплачивать налоги за большие доходы. Значит, у бедняков проблема сейчас какая? Опять же, бедняки в России разные. Если ты сдала мужа на войну, то ты, в общем, на какое-то время получила деньги. Ты перестала быть бедняком. Если у тебя мужа нет, ты одинокая женщина, то у тебя прироста доходов особенно нет. Особенно, если ты работаешь в бюджетной сфере. Поэтому, конечно, те, кто работает в бюджетных организациях и не связаны с войной, их ждет большая беда. Потому что, смотрите, вот мы видим сокращение расходов на гражданские цели. Уже даже в этом году было сильно сокращение там расходов. На здравоохранение, на образование, на науку, на культуру. И, судя по всему, в 25-м году будет и в 26-м еще хуже. Значит, что тогда происходит? Значит, начинается ситуация, цены растут, а зарплату бюджетникам не повышают. И это довольно такая серьезная тема. В России более 50% людей работает на государство, они бюджетники. Вот эти все люди, если они только не работают на военных заводах, у них зарплата перестала расти, а цены растут. То же самое относится к российским пенсионерам. Практически цены растут очень сильно. Пенсию повышают в очень мизерном размере. Косметическом люди прямо в ужасе от того, насколько смешные суммы им добавляют. А цены-то растут постоянно, причем растут по всем параметрам расходов пенсионеров. Вот только что в июле повысили расходы на ЖКХ, плату на ЖКХ на 10-11%. Очень быстро дорожают лекарства, продукты питания дорожают. А у пенсионеров вот это три основные статьи, они все связаны с высоким ростом цен. Поэтому пенсионеры будут беднеть. А пенсионеры в России 40 миллионов человек. И никто им пенсии повышать существенно не собирается. Означает ли это, что в ближайшее время в России следует ожидать увеличения количества банковских займов? Или микрозаймов даже? Так а уже, уже, если вы посмотрите статистику, то как раз Центробанк ужасно и пугается, что очень сильно растут потребительские кредиты. Значит, помню, что-то запошло до прошлого года. Раза в полтора выросла сумма. И все стали объяснять, что же такое делается, как же так получается. С одной стороны, вроде репортует о росте зарплаты, а с другой стороны, люди берут больше кредита. А это связано, потому что люди, ну как вам сказать, поняли, что впереди беда. Впереди долгая беда. Все-таки три года войны, знаете, как потихонечку до сознания доходит. Такой долгой войны уже давно не было со времен Афганистана. Но даже Афганистан не так затрагивал Россию, как и украинская война. Поэтому, конечно, народ начинает думать, что впереди беда. Поэтому старается успеть что-то купить. И даже в долги лезет, несмотря на то, что кредиты очень дорогие стали. Поэтому Центробанк пытается всеми силами ограничить масштабы кредитования. Но народ, если не дают банки, он бежит в микрокредитную организацию. Поэтому, значит, в Государственной Думе, в Совете Федерации уже закричали, давайте в России запретим все микрокредитные организации. Ну, я перескал, госпожа Матвиянка выступила. Ей ЦБ ответил, ну нельзя же это сделать. Люди пойдут к теневым черно-черным взрослыхщикам. Все будет еще хуже. Ну, вот картина вот такая. То есть расшатали экономику, она качается. Значит, те, кто в этом ничего не понимает, типа там главы Совета Федерации, говорят, да что там, давайте запретим все, и будет все хорошо. Ничего хорошо не будет, когда экономику развалили. За счет такой долгой войны хорошо уже не будет никогда. Да. Окей, в Центробанке Российской Федерации не просто так ведь боятся этой ситуации. Чем это чревато? Ну, на самом деле, Центробанк, он ведь отвечает за банковскую систему, да? И он отвечает за рубль, за стабильность рубля, значит. Стабильность рубля – это низкая инфляция, с этим уже ничего не получается. Центробанк, конечно, пытается делать хорошую мину при плохой игре, но не выходит. Они там все время кричали, ну, мы вот-вот-вот вернемся к целевому уровню инфляции 4%, над ними в голос уже смеются даже собственные люди с коридора власти. Значит, они теперь все время сдвигают. 4% будет, но вот уже не в этом году, а может быть в 25-м, ну, может быть в 26-м. Ну, будет 4%. Кто-то живет, увидит 4% инфляции. Пока инфляция официально около 9% растет и будет расти по осени, будет еще больше скачок инфляции, потому что мы по осени ожидаем существенного повышения цен на все импортные товары, потому что их очень трудно завозить, приходится использовать массу посредников, а это, соответственно, увеличивает издержки на закупку импортных товаров, поэтому по осени ожидается рост цен от 10 до 30% на всю импортную бытовую технику, так что тоже вложится в инфляцию, увеличит ее. Ну, и, в общем, картина такова, что есть угроза в 25-м году, что инфляция уйдет там и за 10, а может быть, приблизится 20% годовых, даже по официальной статистике. Это страшная тема. Поэтому, значит, проблема еще и в том, что начинается проблема с банковскими кредитами. Это не всем видно, это не так люди понимают обычно, но смотрите. Огромное количество крупных государственных корпораций России набрали когда-то кредиты, чтобы жить хорошо, красиво, что-то строить, но поскольку они люди были такие не сильно умные в госкорпорациях, обычно не очень много умных людей, то они, значит, набрали кредиты с плавающей ставкой. Это значит, что то, сколько они платят процентов за кредит, это не фиксированная величина, она меняется год от года в зависимости от того, как меняется ключевая ставка ЦБ. А ЦБ повышает ставку, вот уже сейчас 18%. Значит, получается, что они теперь по когда-то взятым кредитам должны платить настолько больше, что они даже заплатить это не могут. Они идут, государства говорят, дай мелок, датир, дотация, чтобы покрыть вот эти проценты, иначе мы обанкротимся. Значит, если они не будут возвращать, тогда закачаются, начнут шататься российские банки, тогда начнется банковский кризис, и это вот уже тоже тема, которая начинает обсуждаться. Поэтому, естественно, что ЦБ нервничает и говорит очень жесткие вещи. Они там иногда уже теперь публикуют такие высказывания, которые, ну, я бы сказал, жестче, чем то, что я говорю. Просто отнимают лавры, можно сказать. Вот, и говорят, что в будущем году темп роста экономики опустится на, так сказать, все в разы. И вот они прогнозируют темп роста на будущий год экономики России от полпроцента до полутора процентов. То есть практически застой. Застой – это стагнация. А стагнация плюс высокая инфляция – это называется страшным термином – стагфляция. И это одна из самых неприятных ситуаций в экономике, какая только может быть. Да, когда деньги заканчиваются у человека, ужасная ситуация, неприятная. Куда хуже, когда они заканчиваются на уровне государства. Одним из источников доходов российской экономики является нефть, экспорт российской нефти. Так вот, Блумберг пишет, что в прошлом месяце этот экспорт из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние почти 20 месяцев. И больше всего заметно сокращение поставок в Китай. Что с экспортом российской нефти происходит? Я думаю, что, во-первых, конечно, Россия получила довольно большой упрек от ОПЕК, потому что она не соблюдала эти ограничения, которые приняла. Теперь ей приходится, что называется, извиняться перед ОПЕК, потому что если Россия еще с ОПЕК поругается, то ей будет совсем не весело. Поэтому она сейчас пытается исправиться и каким-то образом сократить это дело. Кроме того, значит, ситуация связана еще с тем, что непонятно, как приходят платежи за нефть, в том числе и с Китая, потому что, повторяю, все банковские операции с Китаем стали очень проблематичны. Из зоны непонятно, что там происходит и как эти деньги возвращаются. Пока что Центробанк России фиксирует такую, знаете, историю непопытную. Растут остатки средств российских компаний на счетах зарубежных банков. То есть, если ты продал нефть в Китае, то тебе там на счет Роснефти зачислили деньги в юане, но деньги эти, похоже, из Китая в Россию вернуть не можешь. Поэтому у тебя там деньги растут, но ты их в Россию вернуть не можешь и с них не можешь заплатить налог государственный бюджет. Картина, судя по всему, такая. Кроме того, я так понимаю, что какая-то идет попытка замкнуть больше поток нефти на внутренний рынок, чтобы больше производить, опять же, моторного топлива. Потому что без этого российская экономика сразу попадет в острый кризис. Еще продолжается острая фаза военной операции, когда она завершится, никто не знает. Значит, начинается осенняя уборочная страда, как говорят в российском телевидении, да. Ну и, соответственно, еще и проблема в том, что, конечно, начинается проблема с авиацией, да, и это тоже проблема. Значит, надо возить грузы по железной дороге или на автомобильном транспорте. То есть потребности в моторном топливе растут, а тут еще, понимаете, какие-то дроны прилетают и какие-то аварии, и что-то горит всюду постоянно. Ну, значит, надо, видимо, производить больше моторного топлива, поэтому, судя по всему, вот разворачивает поток сюда. Поэтому правительство только что продлило запрет опять на экспорт моторного топлива. А это значит, что будет меньше доходов от экспорта. Опять же, проблема для бюджета. Игорь Владимирович, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку ситуации, разъяснили. Игорь Липсец, доктор экономических наук, профессор, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.